Всем привет! Меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. Давно не было книжных видео, давно не было рубрики такой, что почитать. И сейчас я уже вернулась, я начала наконец-то опять читать в полной мере. И сейчас я вам расскажу о книге Стивена Кинга «Мёртвая зона». И кому интересно, то оставайтесь со мной. Честно говоря, я толком даже не знаю, что рассказать об этой книге, потому что книга настолько сумбурная, настолько в ней много всего, что просто разбегаются глаза, если так можно сказать. И, честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Но вообще вся книга заключается в мужчине, который попадает в аварию и какое-то время лежит в коме. То есть года четыре он лежит в коме и потом просыпается. Мир изменился, всё изменилось, уже политика полностью поменялась, уже новые изобретения, с его любимой уже там чёрт знает что произошло. И вот он начинает жить. Эту книгу я бы разделила на такие некие подгруппы. Вначале такую большую глобальную книгу я бы разделила на две части. Это до того, как он попал в аварию в полкому и после. Дальше вот это вот «после» я бы разделила ещё на несколько случаев. Дело в том, что в этой книге содержится много книг. То есть в этой книге в одной, казалось бы, истории содержится просто уйма различных историй, уйма различных каких-то трагедий, переживаний, что я просто вот читала-читала и прям взахлёб. Дело в том, что в этой книге он и расследует убийства. В этой книге он пытается предотвратить то, чтобы его страна не начала, не попала в войну, чтобы... в общем, очень много всего. Он меняет политику практически целиком, казалось бы, одним небольшим, ну, скажем так, жестом. Очень много всего происходит в этой книге. И всё из-за того, что у него появляются магические, экстрасенсорные, паранормальные, я не знаю, как назвать это слово, явления. Дело в том, что он с помощью прикосновения может просто узнать будущее человека, может узнать прошлое человека, может помочь этому человеку. Просто много-много всего он получает вот этих способностей после своей комы. Сейчас вам непонятно, почему книга называется «Мёртвая зона», но когда вы её прочитаете, вам точно всё будет ясно. Я тоже вначале сидела, почему «Мёртвая зона»? А оказалось всё легко и просто, даже проще, чем можно себе это представить. Вот такой томик, тут очень много страниц, и читала я эту книгу два месяца. Дело в том, что я забрасывала её читать какое-то время, потом опять возвращалась к ней. Как я уже сказала, эта книга разделена на несколько частей, и между этими частями мне было скучно. То есть расследовала он убийство, я читала «Захлёб». Потом там пару глав, мне было тупо скучно. Потом опять какой-то взрыв такой эмоций, и потом опять скучно. Вот так вот книга на меня влияла. И в принципе книга просто грандиозная. Я впервые познакомилась со Стивеном Кингом, и я очень много о нём слышала, но об этой книге почему-то я не слышала ничего. Я знаю, что «Сияние», «Кэрри» — это знаменитые книги, а о «Мёртвой зоне» я никогда ничего не слышала, просто решила взять. Я не знаю. Книга просто грандиозная. Я не понимаю, почему они так мало говорят. И если вы ещё не читали эту книгу, то обязательно прочтите. И если вы хотите знакомиться с Стивеном Кингом, я не знаю, я не читала его другие книги. Но вот я начала с этой книги, я не жаляю, и я хочу знакомиться дальше с этим автором. Эта книга немного внушила в меня жути, но не страха, а вот именно жути. Очень много положительных эмоций, очень много переживаний, очень много каких-то просто эмоций вызвала у меня эта книга. И да, это всё, что я хочу вам рассказать о книге. И так как не было и не будет книжных покупок апреля, я вам сейчас покажу, что я купила. Это была всего одна книга. И эта книга, опять же, Стивена Кинга, уже поменьше. И называется она «Кладбище домашних животных». Это были все мои покупки апреля, потому что я читала очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень мало в этом месяце. И вот я решила всего купить одну книгу, и я совершенно не жалею, что я наконец-то начала знакомиться с этим автором, потому что это просто потрясающе эта книга. И я надеюсь, что остальные книги у него такие же хорошие. И если вы читали Стивена Кинга, если вы читали «Мёртвую зону», если любые другие книги Стивена Кинга вы читали, пишите мне, что, может быть, вы мне посоветуете, чтобы я прочитала что-нибудь новенькое у Стивена Кинга. Мне очень хочется дальше знакомиться с этим автором. Стивена Кинга, он вроде такая более взрослая литература, но она не оставляет такой осадок, что ты прочитал какую-то очень тяжёлую книжку. Нет, она наоборот даёт какую-то лёгкость. Я не знаю, это не описать словами. Если я читала другие взрослые книги, то после них мне хотелось прочитать, я не знаю, какую-то детскую литературу-сказку, то после этой книги мне не хотелось читать сказку. Это вот такая вот волна, прям просто замечательная. И да, как я уже сказала, не забывайте писать в комментариях, если вы читали Стивена Кинга, советуйте мне книги этого автора. И если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх и оставляйте свои комментарии внизу. И да, всем удачи, пока! Много-много-много я набылдоров. Книги Стивена Кинга «Мёртвая зона». И кому интересно, то оставайтесь со мной.